В этом видео я продолжаю знакомство с четырьмя количественными переменными и одной номинальной. В прошлом видео я вывел статистику по четырем количественным переменам. И сейчас хочу найти видео, которые имеют медианное число просмотров. Можно вернуться в Excel табличку, содержащую подробные характеристики видео, отсортировать ее по столбцу с количеством просмотров или использовать фильтр. Но я останусь в Python и путем индексирования найду те видео, которые имеют 141 просмотров. Вывожу отдельно столбец statistics.viewcount. В кавычках обязательно название. Тысяча сто две строчки. Среди них наверняка есть числа 141, но так они не видны. В следующем чанке я подготовлю вывод нужных мне видео. Я пробую условия data statistics viewcount. Два знака равно 141. Это условие проверит наличие ячеек, в которых находится 141. Визуально кажется, что везде false. Если действительно везде false, то мне нет смысла продолжать изыскание. Чтобы проверить везде ли false, я применяю команду сам. Суммирую то, что записано в условии. Поскольку false это нули, а true это единицы, я сейчас посчитаю количество единиц. 4 единицы. То есть в четырех ячейках стоят числа 141. Как вывести те строчки, в которых находятся эти видео? Индексированием data frame при помощи условной конструкции. Я обращаюсь к data frame, в котором находятся видео с их подробными характеристиками. И ту условную конструкцию, которую я только что использовал в чанке выше. Вот она. Я записываю внутрь квадратный скобок. Поскольку речь идет сейчас об индексировании. Как вы видите, два раза фигурирует название data frame. Здесь показано, что индексируется. А здесь название этого data frame входит в условную конструкцию. Поэтому два раза и повторяется. Четыре строчки, в которых находится видео, имеющее 141 просмотр. Но хочется сделать более универсальным процесс поиска интересующих видео. Потому что у меня стоит 141. И стоит конкретная характеристика. А если я возьму другую характеристику, например, like count, то для like count медиана будет не 141. Чтобы написать более универсальный код, здесь должно стоять не конкретное число, а обращение к ячейке из таблицы со статистикой. То есть для переменной like count должно будет стоять 4. Как это сделать, чтобы не впечатывать числа вручную? Прежде всего, обратимся к самой таблице, содержащей медиану. Как к ней обратиться? Об этом написано. Над таблицей слева. Метод точка summary. Этот метод надо применить к тому объекту, где вся эта выдача содержится, то есть к объекту SS. SS. Summary. Интересующая таблица со статистикой появилась. Дальше надо проиндексировать по столбцу медиана, потому что меня интересует именно медиана. Обращаюсь к этой таблице и индексирую в квадратных скобках по столбцу median. Получилось. Теперь обращаюсь к тому числу, которое стоит напротив переменной viewCount. Еще раз индексирую в квадратных скобках, указываю название этой переменной. По сути, в данном случае речь идет о названии индекса, потому что это индекс столбца, а это содержимое столбца. SS. summary, скобочки круглые, потому что речь идет о применении метода. И два индексирования по столбцу медиана и по строчке statistics.viewCount. Выдача 141. Все правильно. Совместим чанки 12.3 и 12.6. Напомню, что в чанке 12.3 я индексировал DataFrame при помощи условной конструкции. Теперь в эту условную конструкцию вместо 141 я поставлю более универсальное выражение, полученное в чанке 12.6. Получилось. Те же самые четыре строчки, но теперь полученные посредством более универсального кода. Здесь стоит не конкретное число 141, а то, каким образом эти 141 получаются. И последний шаг в универсализации. Создам объект, в который запишу название анализируемой переменной, в данном случае the viewCount. И в конструкцию, полученную в чанке 12.7, буду вписывать уже название этого объекта. Все работает. Дальше я смогу менять название анализируемой переменной, и эта конструкция будет работать для любой другой переменной. Для переменной likeCount, dislikeCount, commentCount. Ниже вы это увидите. А теперь посмотрим на какое-нибудь из этих четырех видео. Вот их название. Кавдорский ГОК за раздельный сбор мусора. Пустые баночки, фавориты и лузеры. Ответственность. Региональный оператор. Мне больше нравятся названия пустые баночки. Забираю ID этого видео и перехожу в браузер. Всем большой привет, дорогие мои друзья. Я сегодня с необычным видеороликом решила снимать пустые баночки. Но не просто так, а потому что у нас в Москве появились наконец-таки мусорки для раздельного сбора мусора. Интересно. Это Product Placement. Посмотрю это видео на досуге. Теперь хочу посмотреть графики для остальных трех переменных. LikeCount, DislikeCount и CommentCount. В прошлом видео я показал, как строить гистограмму и бокс-плод посредством пакета Matplotlib. Конечно же, этот пакет тоже нужно импортировать, что я уже сделал в прошлом видео. Тогда же я универсализировал код за счет того, что прописал в отдельный объект. Название изучаемой переменной, по аналогии с тем, как я только что это сделал. Вот теперь в объект var я записываю изучаемую переменную LikeCount. А все остальные настройки остаются такими же, какими они были в прошлом видео для VideoCount. Запускаю. Картина такая же, как для VideoCount, разве что второй столбик более заметен. И вот здесь в основании заметны столбцы. И на горизонтальной оси максимум это 5000, а не 800 тысяч. Посмотрю на бокс-плод. Бокс снова редуцировался до горизонтальной линии. Если есть желание посмотреть на него, то нужно увеличить высоту бокс-плода, увеличив вот это число. Я увеличивал до 600. И бокс-плод получался очень высоким, но благодаря этому и сам бокс растягивался. И уже не выглядел, как горизонтальная линия. В данном случае не буду растягивать бокс-плод. И проверю работу универсального кода для поиска видео с медианными значениями. Забираю из чанка 12.8 и вставляю в чанк под бокс-плодом. Сейчас у меня в var записано название переменной statistics.likeCount. Поэтому эта конструкция должна сработать именно для переменной likeCount. Действительно, 77 видео имеют медианные значения лайков. Мультик раздельный сбор отходов. Мне нравится. Беру ID этого видео иду в браузер. Вместо пустых баночек вставляю в URL-строку «Новый ID» и запускаю. Смотрите. Да, 4 лайка. Это, видимо, два контейнера. Ну, ок. Получается, что по переменной VideoCount типичное видео — это, в частности, пустые баночки. А по переменной likeCount типичное видео — это, в частности, мультик раздельный сбор отходов. То есть, для разных переменных разные видео являются типичными. Это очень важно. И нахожу типичное видео я на основе медианы. Хотя мог бы и на основе средней. Но я использую медиану, поскольку распределения очень смещены в сторону низких значений. То же самое я могу сделать со статистикой по переменной DislikeCount. Точно такие же команды, только var теперь содержит в себе statistics.dizlikeCount. Вы видите, что есть одно видео, которое кардинально отстает от всех остальных. Это видео однозначно выброс. Большинство видео имеет количество дизлайков в пределах двухсот, а это видео имеет три тысячи с лишним дизлайков. Не повезло ему. Но я его уже показывал в своем позапрошлом видео, поэтому не буду сейчас повторяться. И, наконец, гистограмма и боксплод для переменной CommentCount. И гистограмма, и боксплод очень похожи с тем, что выводилось для предыдущих трех переменных. Выведу типичное видео с точки зрения количества комментариев. Снова обращаюсь в чанг 12.8, в котором универсальный код. Сейчас в объекте var записано переменной statistics. CommentCount. Очень много видео являются в данном случае типичными. А почему? Посмотрим на табличку со статистикой для CommentCount. Медиана 0. И да, очень многие видео имеют 0 комментариев. А максимальное число комментариев 646. Допустим, я хочу посмотреть на видео, в котором пользователи оставили так много комментариев. как это сделать? Нужно обратиться к столбцу Max, а не к столбцу медиана. Я вернусь к тому чангу, которому только что смотрел видео с медианой, равной 0. А теперь я посмотрю на видео, имеющее число комментариев, равное максимальному. Это одно видео. указ Собянина указ Собянина о повышениях полномочий. Беру ID, перехожу в браузер и вместо мультика ставлю очень серьезные ID. Скорее всего, в этом ролике критикуется указ Собянина и, похоже, эта критика вызвала бурное обсуждение. Уже 645 комментариев. То есть, за время, которое прошло, с момента выгрузки из YouTube информации по запросу раздельный сбор, это конкретное видео получило еще около 200 комментариев. Неплохо. Как вы видите, довольно универсальный код, при помощи которого быстро обращаюсь и к интересующей меня переменной, которая записывается в объект вар, и к интересующему меня столбцу со статистикой, меняя название столбца в этом месте. получается даже быстрее, чем если это делать в Excel. В Excel надо скролить слева направо, передвигаясь между столбцами. Надо устанавливать фильтр, надо искать по фильтру. А здесь я индексирую довольно быстро. Подводя промежуточный итог описательной статистики 4-х количественных переменных, выяснилось, что большинство видео по всем 4-м переменным имеют низкие значения. При этом по всем 4-м переменным есть выдающиеся видео, в том числе перемен и дизлайк, а есть наиболее типичные видео. Я посмотрел на эти наиболее типичные видео и в случае с комментарием посмотрел на выдающееся видео. Причем типичным видео вполне можно доверять, в том плане, что они реально типичные, в силу того, что неоднородность в совокупности довольно низка. Напомню, в прошлом видео я уже рассказывал и повторю. Неоднородность я смотрю по столбцу Interquatile Range Norm, то есть нормированный. Эти числа близки к нулю. Если они близки к нулю, значит неоднородность минимальна. Если они близки к единице, значит неоднородность максимальна. Грубым пороговым значением можно считать 0,5. Все четыре значения существенно меньше 0,5, то есть неоднородность мала. То есть доверяю репрезентирующим значениям, в качестве которых я выбрал медиану. Перехожу к переменной категории видео. Это последний столбик, category name. В нем указывается та категория, которой автор видео отнес свое видео. Первые три видео относятся к некоммерческому сектору активизма, новости и политика, некоммерческий сектор и активизм, люди и блоги. В дальнейшем я планирую узнать, влияет ли категория, которой относятся видео, на статистику этого видео. И сейчас я детально познакомлюсь с этой переменной. Я продолжу использовать пакет randone. Но чтобы его корректно использовать, следует определить, к какому типу шкалы относится эта переменная. Вернусь к ориентирам для типов шкал. Если предыдущие четыре переменные однозначно могли быть упорядочены по их значениям, то есть низкие значения слева, высокие справа, то рассматриваемые сейчас переменные про категории не могут быть упорядочены. Ну как их упорядочить? Разве что по алфавиту. Но алфавит не выражает суть названия этих категорий. Как мне решить? Блоги и люди должны быть левее, чем новости и политика, или правее. А никак нельзя это решить, их нельзя упорядочить. То есть пусть стоят, как стоят, тот порядок, в котором они собраны, например. Или алфавитный порядок тоже может быть. Но сущностно их упорядочить нельзя. То есть я отвечаю на вопрос, можно ли упорядочить. Нет, нельзя упорядочить. Значит, это переменная точно номинальная. Все остальные ориентиры можно не смотреть. Если переменная номинальная, то к ней неприменимо почти ничего из тех статистик, которые я применял для количественных переменных. У меня есть шпаргалка и по поводу того, какие описательные статистики можно применять в зависимости от типа шкалы. Пять минут назад я рассказывал про количественные переменные. И как вы видите, все статистики можно применять. Гистограмм, боксплот, мода, медиана и так далее. А вот для номинальной переменной почти ничего применять нельзя. Боксплот нельзя, медиану нельзя, потому что медиана – это середина упорядоченного ряда. Я не могу упорядочить категории видео. Среднюю арифметическую и подавленную нельзя. Межквартирный диапазон – нельзя. Дисперсию и стандартное отклонение – нельзя. Все эти ограничения учтены в нужном мне классе методов в пакете Рандан. В седьмом чанке я обращаюсь к пакету Рандан и конкретнее к его папке Descriptive Statistics и импортирую оттуда класс методов Nominal Statistics. Опять же, если я забыл, как он называется, я пишу «From RANDAN – Descriptive Statistics Import», а дальше нажимаю «Tab» и смотрю подсказки. И вижу номинал statistics. Причем подсказок здесь много, хотя и не очень много. Но если я знаю, что меня интересует именно класс методов, то я ищу среди подсказок те, которые начинаются с большой буквы, потому что именно с большой буквы начинаются классы. А просто методы начинаются с маленьких букв. Поэтому выбор здесь невелик – либо Nominal, либо Ordinal, для случаев, если переменная порядковая, либо Scale, если переменная интервальная, количественная. Так вот, Nominal. Запускаю. Действую по аналогии с прошлым видео. Обращаюсь к импортированному классу и вставляю аргументы. DataFrame и столбик. В прошлом видео я обращался к четырем столбцам, потому что знакомился с четырьмя переменными. Сейчас я обращаюсь к одному столбцу. Но он все равно подается в формате списка. Список с одним элементом. Квадратные скобки. Намекают, что это список. Но в нем только один элемент. Если хочется детальнее узнать, а какие могут быть здесь аргументы, хотя я прописал их здесь, но вдруг бы я не прописал. После открывающей скобки надо нажать Shift-Tab или Shift два раза, чтобы длиннее была подсказка. и здесь увидеть, какие могут быть аргументы. Для более-менее опытного пользователя эти аргументы будут и без дополнительных объяснений понятны. Но есть ниже дополнительные объяснения. Если их не хватает, то можно перейти по адресу, на котором располагается документация пакета Rundone. Запускаю. Как вы видите, табличка с описательной статистикой гораздо меньше, чем была табличка с описательной статистикой для количественных переменных, потому что здесь мало что можно применить. Это мода, энтропийный коэффициент и коэффициент качественной вариации. Вот здесь как раз энтропийный коэффициент и коэффициент качественной вариации хорошо работают, в отличие от количественных переменок с большим числом значений. Здесь перемены номинальные, и у нее не очень много значений. И поэтому энтропийный и этот хорошо работают. Интерпретирую эту табличку. Мода, люди, и блоге то есть большинство видео собранных мною из ютьюба относится категории люди и блоге то есть эта категория является репрезентирующий на переменной категории ней но насколько я могу доверять этой категории насколько неоднородно совокупность видео с точки зрения категории которым они относятся довольно неоднородно потому что оба коэффициента выше 0 5 то есть не вполне я могу доверять этой категории как хорошо репрезентирующие она не очень хорошо репрезентирует потому что есть другие категории которые тоже часто встречаются за счет этого получается совокупность и неоднородно и ниже расположена таблица с частотами как вы видите да действительно люди и блоги встречаются в 34 процентах случаев но есть категория новости и политика который встречается в 26 процентах случаев не сильно меньше согласитесь и третья категория тоже близко к лидерам 20 с лишним процентов а уже остальные категории встречаются гораздо реже поэтому я бы сказал что три категории репрезентируют мою совокупность люди и блоги новости и политика и некоммерческий сектор активизм теперь хочу посмотреть графики для этой переменной графики будут строиться на основании вот этой частотной таблице чтобы получить отдельно эту частотную таблицу следует применить метод . frequencies круглые скобки дальше проиндексировать названием столбца моем случае это категории и так я обращаюсь к объекту нс куда я записал всю описательную статистику нс номер статистик обращаюсь к нему используем этот frequency индексирую столбцом категории вывожу пожалуйста эта табличка которую я уже видел но теперь она отдельно представлена в этом объекте проекта и был теперь на основе этой таблицы я буду строить графики я уже строил графики для количественных переменных но там я использовал гистограмму и бокс-плот и номинальной переменной бокс-плот не применим гистограмма применима но не сама по себе а ее специальный аналог матут либо называется бар вместо хист стоит бар все остальное очень похожим записываю в объект вар название интересующий переменной задаю размер графика указываю в аргументах метода бар что я использую фрик тейбл частотную таблицу вот эту куда я записал частотки если бы я их не записал то не на чем было бы строить график в этом особенность по сравнению с количественными переменными нужно частотная таблица здесь и подаю название самих категорий потому что фрик тейбл . индекс это как раз название строк в частотной таблице вот они обратите внимание что здесь содержательно название строк в этой таблице конкретно а в это фрейме вот это фрейм которым одна строчка название строк это просто номера но формально формально это одно и то же 501 и допустим people and blocks они выполняют одну и ту же функцию внутри таблиц они нумеруют строки и вот для графика я забираю название строк забираю содержимое столбца который называется n вот столбик который называется n то есть здесь будут частоты они проценты если бы их его проценты надо было бы взять столбец который называется процент цвет снова будет серый пожалуйста вот подписи которые соответствуют названием строк в частотной таблице сами частоты которые соответствуют значениям столбца n частотной таблицы заголовок название столбца подзаголовок поскольку я имею дело с номинальной перемены я могу и по-другому вывести сейчас они упорядочены по частоте встречаемости то есть не опять же не по сути своей а просто по частоте это внешняя характеристика к содержимому категории могу по алфавиту как это сделать отсортирую сначала частотную таблицу смотрите я исходную таблицу методом сорт индекс сортируем и записываю в новую таблицу факта и был альфа ввожу и вот теперь я буду строить график тот же самый на основании фрик тейбл альфа все то же самое только место просто фрик тейбл фрик тейбл альфа вот пожалуйста по алфавиту порядочной категории предыдущие гистограммы мне нравится больше и последним шагом я покажу в чем суть энтропильного коэффициента и коэффициента качественной вариации смотрите чанг 12 вот я при помощи команды дисплей я вывожу для созданной мною таблицы фрик тейбл альфа столбца n сумму то есть я просуммирую методом . сам просуммирую содержимое столбца n таблицы фрик тейбл альфа узнаю сколько у меня объект и при помощи команды len я выведу количество строк в таблице фрик тейбл альфа сколько объектов и сколько строк другими словами сколько у меня видео в таблице и по скольки строкам они распределены я хочу поровну распределить все видео по имеющимся строкам то есть это уже будет нереальная таблица нереальные данные это уже будут моделируемые мною данные но я их моделирую чтобы объяснить вам в чем суть энтропийного коэффициента и коэффициента качественной вариации так вот дальше я высок поделю 1102 на 15 количество объектов количество видео и количество строк в таблице я запишу перезапишу точнее столбик n таблицы фрик тейбл фрик тейбл альфа результат деления количество видео на количество строк в таблице и выведу эту таблицу смотрите 73 видео в каждой строчке теперь это нереальные данные это смоделированные мною данные эта модель показывает как часто встречалась бы каждая категория видео если бы встречались бы поровну всего 1102 видео поделил на 15 получилось примерно 73 видео в каждой категории построю график вот так бы это выглядело эта ситуация максимальной неоднородности ни одна категория не доминирует все категории встречаются поровну максимальная неоднородность вот для такой ситуации энтропийный коэффициент и коэффициент качественной вариации давали бы единицу то есть сто процентов максимальная неоднородность а как выглядела бы ситуация близкая к максимальной однородности с этого начну следующее видео а в целом следующее видео будет про связь между категориями видео и статистикой видео то есть влияет ли то какой категории относится видео на статистику видео много или мало просмотров много или мало лайков и так далее